Когда общаетесь с секретарем, вы можете гипотетически попасть в две ситуации, в два типа ситуаций. Вариант раз в самый идеальный, в самый замечательный, когда вы уже знаете имя того человека, который вам нужен. Имя и должность того лица, принимающего решение, к которому вы хотите попасть по телефону. Тогда вы делаете просто. Вы говорите «Добрый день, будьте добры с Сергеем Петровичем». По какому вопросу? Вы что-то отвечаете по какому вопросу? Поскольку вы знаете имя и даже отчество Сергея Петровича, то, скорее всего, вас соединят. Секретарь получает сигнал, что вы с ним уже общались, вы знаете имя и отчество, вы в его круге общения. Никаких проблем. И второй вариант. Когда вы оказываетесь в ситуации с неизвестным именем или неизвестной должностью, или с тем и другим. Такое бывает, что вы не знаете, кто в компании отвечает за закупки того, что вы хотите продать. Или вы не знаете, кто в этой компании отвечает, как зовут того человека, который этим занимается. Что делать? Вариант один я уже подсказал. Поискать в интернете, в социальных сетях и так далее. Вариант два. Спрашивайте секретаря напрямую, если вам ничего не удалось найти. Как действовать в такой ситуации? Глобально два приема. Вариант раз. Если вы не знаете имя человека, но знаете, например, отдел, в котором он работает. Вы знаете, что за закупку рекламы отвечает либо отдел рекламы, либо отдел маркетинга. А вы как раз эту самую рекламу и продаете в промышленных масштабах. Можете сказать секретарю следующее. Добрый день, соедините, пожалуйста, с отделом маркетинга. Или я бы хотел поговорить с отделом маркетинга. Или, знаете, умудренные опытом консультанты говорят слово не маркетинга, а маркетинга. Можете так говорить. С отделом маркетинга будьте добры. Я бы хотел поговорить с маркетингом. Попробуйте такие варианты. Скорее всего, вы получите вопрос, кто именно вам нужен. Будьте добры руководителя. Нормальный ответ, нормальный вопрос. Попробуйте работать таким образом. Если вдруг вы не знаете, какой отдел вам нужен, такое бывает, что, например, за языковые переводы мы продаем услуги компании, которая оказывает языковые переводы, языковую поддержку Такое бывает, что отвечают много людей, много отделов, и мы не знаем, кто отвечает Не во всех компаниях есть специальный человек, должность человека, который специалист по переводу, далеко не во всех Это может быть и офис-менеджер, это может быть и бухгалтерия, это может быть юридический отдел, кто угодно Таким образом, вы не знаете, куда звонить, вы не знаете, вам нужен отдел маркетинга или отдел бухгалтерии Попробуйте поступить следующим образом Я бы хотел поговорить с сотрудником, который у вас отвечает за И дальше называете, за что отвечают? Ну, за языковые переводы Или второй вариант Мне поручили отправить с курьером приглашение на выставку для сотрудника вашей компании Могли бы вы сообщить именно сотрудника, который у вас отвечает за Примерно так, упрощайте этот вариант Представьтесь каким-то сотрудником, которому кто-то якобы поручил отправить бумажное приглашение с курьером Умеется в виду не имейл, не факс, не почтовое отправление, а именно курьер, именно курьерский пакет Мне поручили отправить с курьером пакет тому сотруднику, который у вас отвечает за рекламу Мог бы я уточнить, как его зовут и будьте добры, должность И курьер завтра к вам приедет И еще адрес Если вам нужно взять имя этого человека Попробуйте В 80% случаев, по нашей статистике, секретарь рассказывает Как зовут генерального директора Как зовут коммерческого директора Как зовут главного бухгалтера И так далее, и так далее Все зависит от того, какое оправдание вы предложите секретарю для того, чтобы вам дала эту информацию Что делать, если секретарь задает свои любимые вопросы Как вас представить, по какому он вопросу, у вас какое-то предложение и так далее Предложу несколько рабочих вариантов, которыми мы также пользуемся Но вопрос Как вас представить Помните, я давал вам совет использовать формулировку «передайте, что звонит» То же самое Передайте, что звонит Михаил из компании Клайндридж Что вы делаете в этот момент Вы, во-первых, даете секретарю некую команду Передайте, что Вы начинаете им слегка управлять Незаметно Что вы делаете еще Вы даете ему сигнал относительно того, что Если она, или он, да, если секретарь передаст эту информацию То, скорее всего, вас соединят с нужным человеком Как если бы этот человек уже вас знал Передайте, что к нему пришла Маша из соседнего подъезда Подозревается, что он эту Машу уже знает И, возможно, видел И, возможно, даже будет рад ее появлению Передайте, что это Михаил из компании Клайндридж По какому вопросу Может спросить секретарь На что вы также можете ответить Либо такой же фразой, либо чуть-чуть расширенной фразой Я предложу вам следующий вариант, который хорошо работает Передайте, что звонит Михаил, компания Клайндридж По вопросу, связанному с И дальше ваша задача придумать какой-то сложный технический термин Который будет сложный для секретаря Но не для того человека, который на том конце провода Именно вам нужен Какой-то термин, какое-то определение Какую-то формулировку Какое-то непонятное значение Ваша задача внести в голову секретаря непонятное значение Чтобы секретарь получил сигнал о том, что Я в этом ничего не понимаю Но это что-то такое прям совсем Из отрасли нашей компании Пожалуй, лучше соединить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!